Давайте перейдём к тем вопросам, которые были мною названы. Передаю слово Владимиру Абдулевичу Васильеву. Пожалуйста. Я бы здесь разрешить и не стал бы сейчас говорить о цифрах. Они сегодня есть, и они благодаря последовательной работе сегодня объективно отражают реальную ситуацию. Вы понимаете, что у нас идёт по цифрам, всё совпадает с теми, которые поступают в наш центральный штаб федеральный. Я попробую ответить на те вопросы, которые вы в своём вступлении затронули. Они, мне кажется, очень важными, и я постараюсь исчерпывающе, в то же время, коротко изложить о них, о нас. Спасибо большое и вам, и нашему муфтияту за то, что не сразу нам удалось убедить людей отказаться от массовых молитв, пьяничных молитв в том числе. Это шло не сразу, последовательно. Мы исходили, Владимир Абдулевич, из того, что закон и наши требования, исходящие из закона, при всей справедливости, должны быть ещё и понятны большинству общества. Сегодня мы видим, я хочу поблагодарить регистанцев за то, что они соблюдают режим изоляции. И мы видим, по стране, по северо-кавказскому округу, мы занимаем достойное положение. И сразу же мы видим те положительные процессы, которые позволяют говорить о празднике, о изменении к лучшему режиму. Я ещё раз хочу поблагодарить за то, что это делают люди. Это очень важно. Нам нужно будет это продолжать. Хочу одновременно извиниться перед нами, уважаемые регистанцы, за эти ограничения. Но иначе нам болезнь не отдалить. И это показывает практику. Теперь по поводу вопросов, которые есть. Первый. Мы обращались, и такая возможность есть у всех, в штаб. Мы попросили, нас услышали, и нам оказали, уже оказали помощь какую. Значит, мы получили на 210 мест палаточный центр, который нам помогает сейчас в части обсервации содержания граждан. Большое спасибо. Очень оперативно всё было сделано. Нам это была ощутимая помощь. Далее. Нам направили две бригады специалистов, о чём мы просили, понимая, что очень хочется получить передовой опыт. И мы получили от них очень хорошие рекомендации. И не только рекомендации. Вот недавно завершила работу бригада четырёх человек во главе с завестителем министра здравоохранения Гридневым. Он прошёл наше лечебное учреждение, в частности, в Кисляре, в Дербенте. И что интересно оказалось, что даже наличие денежных средств, например, Дербент у нас весьма финансово обеспечен. Я вам как-то докладывал, что мы создали условия для того, чтобы этот город развивался как пилотный проект лучшего будущего наших городов. Это получается. Но даже наличие денежных средств достаточно. Не является основанием для того, чтобы не допустить эту ситуацию. Она у нас очень сложная в Дербенте. Ну вот, когда приехал замминистра, он показал всем примерам и врачам, которые, главные, кстати, врачи, не ходили в грязную зону, не делали обходов. Это было такое вот реальное положение дел. Мы из этого сделали выводы. Главные врачи тоже. Ситуация меняется. Но сегодня я получил письмо от главы Дербента. Там есть ряд таких конкретных предложений, вопросов. И один из них, он касается, я думаю, всех. Уважаемые дагестанцы, нам нужно обеспечить не только в больницах, но и на территориях режим изоляции. У нас особое отношение к ближнему. Вот эти передачи, попытки пройти из одной зоны в другую, сопровождение родственников на машине, машины скорой помощи с перевозимым заболевшим. Вот сейчас просят о чем руководитель, и он и не один. Чтобы мы дали силу правопорядка, чтобы обеспечить эти требования. Мы их будем неукосительно выполнять. Прошу дагестанцев тоже иметь это в виду. Мы не можем допустить, чтобы болезнь из зоны изоляции, из медицинского учреждения расползалась вокруг. И поэтому, конечно, мы рассчитывали, что Дербент одним из первых выйдет. Нет, так не получается. Мы сейчас, кстати, там будем усиливать меры. Об этом нас просит и мэр города. Это мы в ближайшее время предпринимем. Сейчас уже работает наш штат. Вот мы сейчас говорим, он работает. Предложение прорабатывается. Мы там наведем порядок. Теперь по тем вопросам, вы говорили, да, вот, и это обратили внимание наши специалисты, например, тест-система. Нам очень важно выйти на уровень до трех тысяч тестов в сутки. За последнее время большое спасибо пошла работа. У нас увеличилось количество тестов. Существенно выросло. Мы до полутора тысяч дошли. Но надо двигаться дальше. И по этому поводу вы очень четко поставили вопрос. Он не только в активизации деятельности и управления, но и реактивы, реагенты. Мы понимаем, о чем идет речь. Я сейчас, значит, кстати, это такая реакция, я понимаю, системная. Те регионы, в которых ситуация сложная, находятся на постоянном контроле. Министерство здравоохранения, Роспотребнадзора. Мы разговаривали с Татьяной Васильевной Голиковой буквально на днях. Обсуждали, что нужно сделать. И с этой точки зрения подвижки есть. Но нужно работать. И вот этот вот процесс, о котором мы говорили, о намерениях, о понимании проблем, нам предстоит решить проблему. Чем быстрее, тем лучше. Значит, по лекарствам есть тоже подвижки. Мы понимаем, что не сразу и не все. И не всем. Но сейчас видим, что отношения меняются. И в больших объемах к нам поступают лекарства. Мы внимательно смотрим за этим. Установили жесткий контроль, чтобы не было злоупотреблений. Спасибо большой прокуратуре. Она не только подключилась сейчас к проверке выплат врачам. Я сразу и об этом хочу сказать. У нас там возникли некоторые разночтения, я так понимаю, при исполнении ваших поручений. И освоение тех денежных средств, которые в достаточном количестве были направлены в регионы. Вот я сейчас шел к вам, буквально сделал пометки. По часам идет работа. Мы надеемся, что все, не только средства, которые к нам получили, мы их довели до больницы. Но и каждый врач, каждый средний персонал, имеется в виду младший, получит именно так, как вами было поставлено. А вот то, что было, это действительно вызвало совершенно нехорошую реакцию. Значит, хочу еще раз подчеркнуть, чтобы вот сейчас, я думаю, услышат все, что и прокуратура, и правоохранительные органы работают в этом плане. Поэтому, если кто-то пытается нажиться на лекарства, завышает цены, а такое к стыду нашему есть, и такие обращения приходят, я еще раз говорю, что спрос будет неукоснительным и неизбежным, и срочным. Теперь по, значит, средствам индивидуальной защиты. Мы сегодня в медицинских учреждениях, по той информации, которую располагают, в достаточном количестве имеем их. Хотя проверяющие у нас обнаружили в некоторых случаях, когда выходили в хлопчат-бумажных халатах врачи, их потом стирали в скорой помощи. Мы сейчас от этого уходим, заменяем на одноразовые. Этот вопрос вот сегодня у нас уже решен, как мне докладывают. Мы сейчас развернули производство в республике, и оно наращивается. Мы хотим сделать так, чтобы у нас не только от поставок, а мы сами могли обеспечить всех необходимых. Тем более, что не за горами. Я надеюсь, уже скоро ряд регионов, по их пожеланию, перейдут в упрощенный порядок, в более комфортный порядок ограничений. И там, безусловно, мы должны будем всех обеспечить и масками, и перчатками, и там, где необходимо, дополнительными средствами защиты. Кстати, у нас есть хороший пример республики. Как вы и говорили, Владимир Владимирович, мы пошли по пути принятия ответственности на себя, и у нас сегодня работает 116 предприятий. У нас не останавливались строительные предприятия. Аграрный комплекс работает, практически заканчивает посевную. Дорожное строительство как шло, так и шло. И что очень приятно, вот сейчас об этом можно говорить, нет ни одного очага на этих предприятиях. То есть, бизнес, организация и, самое главное, потребный отзор сумели обеспечить контроль за ними. Сейчас задача у нас не допустить такого и все больше и больше расширять потенциал экономики. Это просят люди, мы это понимаем. Но я еще раз возвращаюсь. Вы правильно сказали. Первое, это соблюдение требований, где это необходимо. После того, как мы определяемся, и, допустим, вот я говорил, 116 предприятий, практически 70% экономики у нас, по-моему, крупных предприятий. Если там соблюдаются правила, никаких вопросов ни у кого не рассекает. Люди зарабатывают, мы создаем ценности, становимся, естественно, богаче. Хотелось бы еще сказать о том, что есть некоторые такие моменты, которые выходят иногда даже за рамки нашей республики, и они обсуждаются в обществе. Сегодня это большое достижение, когда в интернете любой человек может высказать свое мнение, и это богатство и результат. Но рассуждение предполагает и ответственность, и знание. Поэтому хочу вот о чем сказать. У нас здесь были вопросы в республике, и ко мне задавали их, что вы скрываете количество смертей. Я выступил сам, сейчас вот выступил министр здравоохранения. Мы не скрываем, мы называем все как есть. Но, уважаемые регистанцы, я хочу сказать о следующем. Вот, готовясь к встрече сегодня, как и тогда, когда я с вами встречался, я вам говорил, почему есть вопросы, почему мы не можем точно сказать, что этот человек умер от, допустим, пневмонии, или же от коронавируса, или от чего-то еще. Вот эти данные я еще не слышал, и хочу вам озвучить. Посмотрите, в 2018 году ушли из жизни по причине болезни органов дыхания в республике 1374 человек. Тогда мы про ковид ничего не слышали. В 2018 год. В 2019-м 1368 человек. Я попросил специалистов-пульмонологов, они у нас есть. И что самое опасное, оказывается, у нас есть? Умершие от хронической обструктивной болезни легких, сокращенно ХОБР. Это прогрессирующие, угрожающие жизни заболевания легких, вызывающие одышки. Смотрите, как много общих. Так вот это у нас еще в позапрошлом годах, представляете, какой ущерб несло нашему обществу. И когда кто-то у нас в стране или за рубежом говорит, вы скрываете, то здесь просто не получится так легко и просто разделить. Нам предстоит все это проанализировать. А самая большая проблема, и, Владимир Владимирович, спасибо, что вы сегодня с нами говорите. Я обращаюсь к вам, уважаемые дагестанцы. Патолого-анатомические исследования. 3% населения у нас разрешает это делать. Коллеги, это такой нравственный вопрос. Нам предстоит о нем подумать. Огромные средства вкладываются в стране, чтобы сделать вакцину. У нас проблема с вакцинизацией, в том числе и кори. Мы об этом говорим. Сегодня вот, и очень хорошо, Владимир Владимирович, что в нашем разговоре присутствует Ахмат Хаджи, наш муфтий. Есть о чем подумать. И самое главное сделать выводы. Мы вот с Елизаветичем разговаривали, с старейшинами. У нас случилось что? Вот поколение наше, старших, помнит хорошо. И, кстати, у многих у нас прививки, оспы, все мы это помним. Сегодня же молодежь уходит от этого. И я еще раз повторяю, это вот тот случай, когда мы должны об этом подумать. Все пройдет, и это пройдет. Но как мы будем подготовлены к будущим испытаниям? Здесь предстоит каждому задуматься и найти свое место в этом процессе. Подумать о своих ближних, о своих детях, о своих старших. Мы об этом говорим. Владимир Владимирович, что хотелось бы в результате, вот к чему подвести и попросить. Мы с вами говорили, спасибо вам большое, что вы всегда уделяете внимание. Значит, мы бы хотели попросить о чем? Чтобы у нас развернули, построили инфекционный госпиталь. Почему инфекционный? У нас много острых кишечных заболеваний, к сожалению, пока. Мы еще долго будем проводить порядок в ЖКХ и во всем, но они есть, первое. Второе. У нас вот такая непростая ситуация с инфекциями, как я говорил, и вот тут еще целый ряд наименований болезней, которые есть. При этом мы имеем порт международный, незамерзающий. Далее, мы расположены на историческом большом пути торговом. И вот страны Каспийского залива, в частности, через Азербайджан, Иран, проходят постоянно такое движение большой, большегрузных автомобилей, оно не останавливает. Ну и плюс еще у нас сейчас наращивает свой потенциал Каспийской флотилии. Все больше и больше офицеров, членов семей переселяются к нам. Пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за то ваше поручение, которое позволило нам существенно увеличить строительство школ, детских садов, если... Причем не только для членов, а в первую очередь, не только для офицерских семей, а в первую очередь и для жителей нашего регистра. Спасибо вам большое, без вашей поддержки это было бы невозможно. Сегодня строительное управление работает, мы внимательно смотрим там. Спасибо большое руководству Министерства обороны. Там, значит, были некоторые моменты, которые уже поправили. Прокуратура ведет надзор, правоохранительные органы, в частности МВД, ведет защиту, чтобы средства ушли целевым порядком. Ровно так, как вы это сделали. Поэтому просьба, вот если можно посмотреть, нам помочь вот с таким вот госпиталом инфекционным, который бы был как резервный на случай осложнений ситуации. Тем более мы сейчас видим, что когда приходит пандемия, нельзя не оказывать помощь. И вы об этом постоянно тоже говорите. Тем, кто является хронически больными и требует оперативного внимания и вмешательства. Второй вопрос. У нас с Азербайджаном сейчас сложились такие отношения, когда с их стороны граждане Российской Федерации с нашими паспортами просятся к нам и приходят. Со стороны России в Азербайджан, но в связи с сложной обстановкой и в Азербайджане, в первую очередь, и в Азербайджане, и в Азербайджане, да и у нас тоже. Поэтому было бы хорошо, если бы нам удалось синхронизировать и скоординировать наши действия. Нам бы это позволило, например, выйти на... Вот, к примеру, это обсуждаемая цифра. 450, допустим, партия граждан, которые переходят с одной стороны граждан на другую. Переходят и через 15 дней. Мы всем объявляем, чтобы люди зря не собирались. Через 15 дней. 14 дней обсервации, один день санитарную обработку. Новая партия проходит. Я полагаю, это будет помогать избежать инфекции распространения. И в то же время это поставит ситуацию в управляемый системный процесс. Вот, пожалуй, те просьбы. Ну а то, что вы сказали, я это вижу и слышу и чувствую уже сейчас. Это лекарство, это оборудование. Там, где можно специалисты. Кстати, нас включили, включили нас в число регионов, в которых будут работать, при этом будут командированы к нам специалисты по новейшим технологиям лечения тяжелых заболеваний ковид, которые накоплены сегодня в Москве и в других ведущих центрах. За это большое спасибо. Мы их ждем и, конечно же, будем использовать это в одном. Спасибо вам большое. Спасибо.